Восемнадцатый раз под сводами центра олимпийской подготовки «Авангард» воспарили юные грации. Их вновь собрал вместе турнир «Сибирские ласточки», который уже успел стать визитной карточкой нашего региона и может похвастаться тем, что именно на нем в первые шаги в художественной гимнастике делали будущие олимпийские чемпионки. Сегодня мы празднуем небольшой юбилей. Сегодня «Сибирским ласточкам» исполняется 18 лет. Какое-то определенное совершеннолетие. Казалось, только вчера прошел первый турнир, а сегодня уже 18-й. Большая и славная традиция будет сохранена, наверное, еще на долгие-долгие годы. Именно на этом ковре многие гимнастки делали свои первые шаги, так же, как те маленькие девчонки, которые сегодня стоят в таком красивом параде. Вновь воспитанницы омских школ художественной гимнастики, а также спортсменки из Тюмени и Сургута вышли на ковер с лентами, обручами, булавами и мечами, чтобы доказать свое право на высокие награды. Учитывая, что в борьбу за победу вступили 144 гимнастки, среди которых 9 мастеров спорта и 39 кандидатов в мастера, путь к пьедесталу для участниц был весьма непростым. Выступления маленьких художниц под аккомпанемент разноплановых музыкальных композиций заворожили всех в зрительном зале. Каждая из девчонок стремилась точно выполнить все элементы, показать свои возможности и покорить членов строгого жюри. Этот старт стал для гимнасток отличной возможностью обкатать новые программы, ярким завершением сезона и уникальной возможностью громко заявить о себе. Все отметили, что царящая здесь уютная атмосфера и высокий уровень организации соревнований – лучшее подспорье для новых достижений. Я приехала уже во второй раз сюда, и в прошлый раз тоже организация была на высшем уровне, и в этот тоже. Здесь такая атмосфера стоит радостная, добрая, всегда приятно здесь выступать. Особого колорита сибирским «Ласточком» добавили команды, выступавшие в групповом многоборье. В групповое многоборье по программе кандидатов в мастера спорта выиграли воспитанницы авторской школы Олимпийского резерва Ларисы Лебедевой. Турнир очень хороший, нам всем нравится. Наверное, нам удалось одержать победу, потому что мы… Мы очень хорошая команда, сплоченная, конечно. Я думаю, нам помогла такая сплоченность, потому что в нашей школе занималась Вера Бирюкова и стала Олимпийской чемпионкой мира. Мы стремимся к этому. Гостям из других регионов было непросто состязаться с омскими грациями. По следовательницам Евгении Канаевой, также выступавшей в юном возрасте на сибирских «Ласточках» и домашний ковер помогал парить выше. Ну, у нас всегда омская школа отличалась сильнейшими гимнастками. И в очередной раз подтвердили, что омские гимнастки практически во всех возрастных категориях на призовых местах. Это воспитанницы Центра Олимпийской подготовки и школы Олимпийского резерва Ларисы Лебедевой. В личном первенстве в различных возрастных категориях и разделах программы победили амички Вероника Кодрина, Амалия Масалкина, Евгения Тимошенко, Дарья Войлошникова, Дарья Иваненко. Обладателями специальных призов стали Дарья Войлошникова, Елизавета Скотынянская и Вероника Кодрина, признанная мисс вдохновения. Кстати, Вероника, даже несмотря на заслуженную победу, считает, что показала еще далеко не все, на что способна. Удалось сделать несколько видов хорошо, некоторые удались плохо. Обруч, я хорошо подготовилась, было не так страшно делать. На этом турнире хорошо спустила повороты в отдельных видах, и я поняла, что я могу это сделать. Сильнейшие спортсменки получили заслуженные призы, а те, кому на этот раз не удалось добиться желаемого результата, продолжат повышать свое мастерство, чтобы ровно через год вновь побороться за право называться победительницами. Редактор субтитров А.Семкин